А сейчас слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору Семиглазовой Татьяне Юрьевне для доклада «Остомодифицирующие агенты в лечении больных с костными метастазами». Пожалуйста, Татьяна. Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые доклады. Актуальность нашей сегодняшней сессии, организованной Георгием Георгиевичем, не вызывает сомнений, поскольку, если только задуматься, представьте, в 2018 году многомиллионная страна, это порядка 18 миллионов человек заболеет онкологическими заболеваниями, из них в 2018 году половина этой страны умрет. И также очень важно, задумайтесь, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина на протяжении своей жизни рискуют заболеть злокачественным образованием. И каждый мужчина и каждая одиннадцатая женщина скончаются по причине, столь грозной причине. И вот потери здоровых лет жизни в результате онкологических заболеваний колоссальны. Задумайте, порядка 170 миллионов лет – такова оценка потери здоровых лет жизни в результате онкологических заболеваний. И сегодня порядка более 33 миллионов человек страдают онкологическими заболеваниями. Уже сегодня говорилось, что порядка полутора миллиона человек во всем мире страдают такой проблемой, как костные метастазы. И тот колоссальный прогресс, который достигнут в хирургическом лечении, лучевой терапии, в лекарственной терапии, мы говорим о космосе онкоиммунологии, молекулярной генетике, может быть сведен на низ, на нет, когда у пациента разовьется патологический перелом по причине метастазов кости, и все вот эти колоссальные затраты, успехи, улучшения качества жизни, они сводятся на нет, потому что только развитие патологического перелома на 30% повышает риск смерти. И наиболее часто костные метастазы развиваются в таких социально значимых заболеваниях, как рак молочной железы, рак предстательной железы, достаточно часто развиваются, и при ряде других локализаций. Но вот буквально сегодня, точнее вчера я вернулась к конференции ЭСМ, это большая европейская конференция, и вот также рассматривались проблемы лечения и диагностики больных с костными метастазами. И вот наиболее прогностически, наиболее лучшим прогнозом в отношении контроля костных метастазов, этот контроль отмечен у рецептора позитивной строги позитивных больных, раком молочной железы, при раке щитовидной железы, промежуточную группу были отнесены, соответственно, это больные раком предстательной железы, рак почки, рак яичников, остеосаркомы, трижды негативный рак молочной железы и GFR-позитивный рак лёгкого. К сожалению, очень плохо контролируются ситуации с костными метастазами, когда в случае, если, например, у больных колоректальным раком, там только в 5% случаев вообще развиваются метастазы костные, ну и в том числе и GFR-негативный, без активирующих мутаций рак лёгкого, ну и, соответственно, все остальные локализации, которые здесь представлены. И на самом деле почва готова, вот именно для этих локализаций, и семена ложатся в эту почву. И как только опухоль попадает в микроокружение костной ткани, вырабатываются факторы роста. Эти факторы роста, в свою очередь, ещё дополнительно активизируют клетки остеокласта, ответственные за разрушение костной ткани, а остеобласты, клетки, которые ответственны за восстановление, они фактически не успевают, потому что мы знаем, что такое просто перелом, как много времени надо для того, чтобы костная ткань восстановилась. А, соответственно, резорбция, она занимает и месяц, а порядка, видите, трёх-четырёх месяцев надо на восстановление. Так вот, как только опухолевая клетка появляется в костном окружении, она вызывает, соответственно, разрушение костной ткани и дополнительную активизацию остеокластов. И вот запускается порочный круг. И вот теория семени и почвы Стефана Педжета, то, что и почва готова, и семена активны. И вот действительно такая достаточно благоприятная почва. И здесь большое значение отводится в активизации ран коллегандов. Об этом чуть-чуть мы поговорим позже. Сами по себе метастазы разделяются на три основные группы. Это остеобластические, остеолитические промежуточные, остеолитические, по-другому это дырка в кости. А остеобластические мы можем представить как такая незрелая, губчатая, ну, так скажем, неплотная костная ткань. И вот наиболее часто остеолитические метастазы характерны для рака молочной железы, рака почки, рака ободочной кишки, рака желудка, рака щитовидной железы и рака лёгкого. Более часто остеолитические очаги, ну, мы прекрасно их часто встречаем в нашей клинической практике, и не возникает в результате активации остеокластов без соответствующей активации остеобластов, что приводит к патологической резорции структуры кости. И, соответственно, остеобластические очаги, когда незрелая костная ткань. Такие очаги более характерны для предстательной железы, в том числе и для рака молочной железы. Там даже больше, чаще всего, бываются очаги смешанного генеза, рака яичников, рак теломатки, карциноид, нейрогенные опухоли. И вот в данном случае, когда мы говорим, речь идёт о остеобластических очагах, происходит активация клеток данной группы, и происходит так называемое патологическое костиообразование. Безусловно, основными методами диагностики, методом скрининга костных метастазов является остеостентография. Мы выявляем очаги накопления радиофарм препарата, которые должны обязательно быть верифицированы и подтверждены региологическими методами или же методом магнитно-резонансной томографии. И остеостентография является только скрининговым методом. Этот метод не подлежит, не используется для оценки эффективности лечения. Потому что если для рака молочной железы, мы говорили, это литический очаг, дырка, и мы выполняем остеостентографию, мы не всегда эти очаги видим, проводится великолепный эффект, очаг в молочной железе, например, регрессирует, а по данным остеостентографии у нас появляются новые очаги накопления радиофарм препарата. На самом деле всё просто. Те очаги, где ранее была, извините за сленг, дырка, там образуется незрелая костная ткань, на неё садится метка радиофарм препарат, и эти очаги мы начинаем видеть. То есть, по сути, условно говоря, по данным остеостентографии мы видим появление новых очагов накопления радиофарм препарата, а по результату, в действительности, это положительная динамика, и в костных очагах появляется незрелая ткань. Важный, хороший метод, но уже устаревающий, но не потерявший его в своё значение, это рентгенография. Но мы также должны помнить, что разрушение костной ткани до 30% не всегда доступна визуализация с помощью рентгенологического метода. Например, вот даже в случае из клинической практики, когда есть метод остеостентографии, пациентке был выполнен, очаги накопления радиофарм препарата, выполнена рентгенография, казалось бы, всё более или менее благополучно, выполняется магнитная резонансная томография, и мы видим очаги, которые буквально, словно, разъедены, как моль. Также надо помнить, что позитронно-эмиссионная томография, если мы говорим о метастазах кости, то изначально позитронно-эмиссионная томография – это метод, который использовался для стадирования и рестадирования лимфопроферативных заболеваний, лимфомы Ходжинских лимфом. Этот метод подразумевает, что в живую молекулу глюкоза инкорпорированный затоп, и любая быстро размножающаяся ткань поглощает глюкозу, питается глюкозой вместе с ней изотопом. Изначально метод использовался и рекомендовался для диагностики лимфатических узлов. Если мы говорим о меченной глюкозе, все остальные попытки использования для диагностики солидных опухолей неправомерны. Да, мы можем использовать в том случае, если хирурги хотят посмотреть, живая ткань или нет, питается она глюкозой или нет. Поэтому настоящий момент, чтобы установить диагноз метастаза в кости, остеосинтография – это метод всего лишь скрининговый. Мы не устанавливаем диагноз метастаза в кости на основании метода остеосинтографии. Обязательно подтверждение рентгенологическими методами или же магнитно-резонансной томографией. И только тогда мы назначаем, в том числе, остеомодифицирующие агенты. Потому что наша цель в целом, и мы все здесь вместе работаем, наши больные должны жить долго, и они должны жить качественно. И вот те принципы лекарственной терапии и не только принципы лечения больных злокачественного образования подразумевают мультидисциплинарные, высокоточные, пациент-ориентированные и проблемы-центрированные подходы. И вот посмотрите, как много проблем, связанных с костными метастазами. Возникают и патологические переломы. Нам нужно проводить лучевую терапию по поводу метастаза в кости. Может возникнуть компрессия спинного мозга, гиперкальцемия со всеми последующими осложнениями, хирургическое вмешательство по поводу метастаза в кости. И все это приводит, конечно же, появился новый термин – финансовая токсичность, ухудшение течения заболеваний, снижение качества жизни. И все в целом, конечно же, приводит к снижению продолжительности жизни больных. И, соответственно, комплексный подход, включающий прежде всего лекарственное лечение в зависимости от того заболевания, собственно, по которому пациент лечится. И могут быть местные методы локального контроля, как хирургическое лечение, лучевая терапия, криотерапия, о которой сегодня мы будем много говорить и обсуждать эту проблему. И очень важная методика, которая должна найти свое место более широко в нашей клинической практике. И остеомодифицирующие агенты. И вот на сегодняшней, на конференции, которая, еще раз говорю, я рассказала, не так давно прошла, действительно, прежде всего, основная цель – это у больных с метастазами, с костными метастазами, улучшение качества жизни вследствие снижения болевого синдрома, системная терапия с целью контроля с основного заболевания, методы локальной терапии. И, безусловно, назначаются остеомодифицирующие агенты в комбинации с препаратами кальция. Мультидисциплинарная команда, она, конечно же, огромная. По сути, мы все, все, кто занимаются лечением данной проблемы, данного заболевания, прежде всего, пациент и его родственники. А мы все вокруг, мы все делаем для того, чтобы пациент жил как можно дольше, более качественно. И в эту мультидисциплинарную команду, конечно же, включаются уже и стоматологи, и ортопеды, и нейрохирурги, ну и, безусловно, все те специалисты, онкологи и смежных специальностей, которые работают в этом направлении. Методы контроля локальной терапии с помощью лучевой терапии, они хорошо освещены, стандартные уже разработаны, не будем об этом говорить. Но вот по всем гайдлайнсам, конечно же, если мы имеем больного с метастазами в кости, прежде всего, должно быть локальное лечение в зависимости от паспорта, опухоли, с учетом иммуногистохимического, молекулярно-генетического диагноза. Затем мы рассматриваем возможности локального контроля, мы об этом уже говорили, это хирургическое лечение, цитеродуктивные операции, лучевая терапия, криотерапия. И, безусловно, остеомодифицирующие агенты, которые назначают с момента постановки диагнозов метастазов в кости и пожизненно. Но если мы назначаем остеомодифицирующие агенты, мы обязательно назначаем препараты кальция, 1200-1400 мг ежедневно вместе с витамином D3-400-800 международных единиц. Это также все отмечено в тех рекомендациях, которые существуют в настоящий момент. Начиная с 2011 года появился термин остеомодифицирующие агенты, до этого мы использовали только термин бифосфонат, поэтому если вы хотите назначить препараты, которые тропны к костной ткани, то мы используем термин остеомодифицирующие агенты. И сюда входят и бифосфонаты, и антиранклингант, это полностью человеческое моноклональное антитело. И посмотрите, на 64% возникает риск скелетных осложнений в течение двух лет, если мы не будем назначать остеомодифицирующие агенты. И эти, соответственно, риски снижаются при назначении помидроната, залидроновой кислоты и деносумаба. Но мы, конечно же, понимаем, что есть такой термин, как финансовая токсичность. Мы должны оптимизировать, лечение должно быть качественно, мы должны достигать цели снижения костных осложнений, но при этом мы не должны получать осложнений, которые связаны с назначением остеомодифицирующей агенты. Все задумываются об оптимизации. Поэтому для бифосфонатов эти препараты назначаются раз в 4 недели, 9 раз, затем при стабильном течении заболевания назначаются в режиме раз в 3 месяца. И так пожизненно. И мы не ждем ни гиперкальцемии, мы не ждем болевого синдрома. Мы назначаем остеомодифицирующие агенты, чтобы избежать именно данных костных осложнений. Диносумаб, здесь, к сожалению, такие режимы, чтобы как-то перейти на режим поддержки, здесь не работает. Препарат Диносумаб, полностью человеческое моноклональное антитело, назначается в дозе 120 мг ежемесячно, постоянно, подкожно препарат вводится. И уже с целью профилактики остеопороза при назначении гормонотерапии, например, у женщин старшей возрастной группы, или же при авариальной супрессии, когда выключены яичники, здесь уже или с целью профилактики остеопороза, Диносумаб назначается в дозе 60 мг раз в 6 месяцев. И, конечно, мы все считаем деньги, мы вынуждены считать. Исследование по фармакоэкономике показало, что использование золидроновой кислоты так же эффективно, как и применение Диносумаба. По этому исследованию не так давно было проведено, но в 2017 году. Есть еще препараты Бадронат, которые можно встречать в пероз 50 мг ежедневно. Было исследование, которое сравнило эффективность по сравнению с золидроновой кислотой. И было показано, что преимуществ данный препарат не обладает. Однако, ибадроновая кислота может назначаться у пациентов с ограниченными костными метастазами и для удобства применения, если отсутствует венозный доступ. И еще, конечно же, золотые слова. Если препарат лишен побочных эффектов, следует задуматься, а есть ли у него вообще какие-либо эффекты. Поэтому самое грозное осложнение, которое связано с остеомодифицирующими агентами, это, конечно же, некроз верхней или нижней части. И применение остеомодифицирующих агентов в исследовании на том числе Диносумаба, даже с профилактической целью. Получается, что в первом году возникает такое осложнение, это 1%, значит, на протяжении двух лет около 4%, и, соответственно, с каждым годом увеличивается риск. Казалось бы, ну что такое 1%, задумайтесь, ежегодно раком, например, молочной железы заболевает 2 миллиона. Посчитать даже на такой 1% – это колоссальное, достаточно серьезное осложнение. Прежде всего, это осложнение связано с поражением полости рта вследствие обнажения альвеолярной или небной кости, где обычно находится слизистая оболочка десен. И при отсутствии контроля этих проявлений в течение 8 недель у пациентов без предварительной лучевой терапии это рассматривается как остеонекроз челюсть. Симптомы достаточно специфичны – это боль, отеки, инфекция мягких тканей, расшатывание зубов, чувство тяжести или онемение в челюсти. Лечение данного осложнения – это консервантивная антибиотикотерапия, полоскание ротовой полости с ограниченной хирургической обработкой раны. Более агрессивное лечение, включая резекцию кости, может потребоваться у пациентов с более тяжелыми стадиями остеонекроза. Какая основная профилактика? Конечно, всем пациентам, которым планируется хирургическое лечение, химиотерапевтическое лечение, не говоря уже о остеомодифицирующих агентов, обязательно санация полости рта, потому что более грязной полости в нашем организме просто-попросту не существует. И обязательно, в том числе перед назначением остеомодифицирующих агентов, санация полости рта, адекватная гигиена полости рта. И мы нашим стоматологам, нашим специалистам говорим, нельзя устанавливать металлические конструкции пациентам, которые получают остеомодифицирующие агенты, потому что высок риск осложнений, в том числе и развития остеонекроза. Поэтому исключена установка имплантов. Консультация стоматолога каждые 6 месяцев у пациентов, которые получают остеомодифицирующие агенты, и антибиотикопрофилактика при хирургических вмешательствах полости рта. Поэтому в настоящий момент мы действительно говорим, что наши пациенты должны жить долго, должны жить качественно. Качество жизни – это то, как мы сейчас сидим, слушаем друг друга. Мы можем обмениваться опытом, мы можем ездить на работу, любить членов семьи. И вот даже если сравнить костный метастаз, и у одного пациента, благодаря осложнениям, один пациент будет лежать дома, обездвижен, другой же пациент при эффективном контроле этого костного метастаза может условно ходить на работу, заниматься любимым делом. И вот качество жизни здесь будет крайне важно. И вот достижение этого качества жизни, наряду с системным воздействием, методами локального контроля, позволяет нам наше лечение проводить на достаточно высоком уровне. И основоположник отечественной онкологии Николай Николаевич Петров всегда говорил, что хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивать человеческий организм, глубоко в него проникая, хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке, и при том не только о его теле, но и состоянии его психики. Это не все понимают, этому слишком мало учат. Сейчас мы этому очень много стараемся уделять внимание, и мы заветы нашего учителя стараемся выполнять, потому что больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личных случаев. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна, за интереснейшее сообщение. Пожалуйста, вопросы зала. Пожалуйста, Андрей Владимирович. Татьяна Юрьевна, спасибо огромное за такую объемлющую, всеобъемлющую лекцию о лечении метастазов. А я хотел остановиться на вашем части доклада касаемо диагностики. Вы упомянули о некоторых методах и методиках диагностики метастазического поражения скелета, но об одной технологии вы не упомянули. МРТ-диффузия, наверное, хотели сказать. Конечно же, это… Я хочу… Вот вы еще недавно сказали о том, что были в НАЭСМО. Заняла ли эта технология какое-то официальное положение в рекомендации НАЭСМО и ваше личное отношение к этой технологии? МРТ всего тела и МРТ-диффузия всего тела. Андрей Владимирович, вопрос действительно очень актуальный. И в реальной технологии наш центр где-то даже, не побоюсь этого сказать, впереди планеты всей, или, по крайней мере, мы идем, стараемся быть впереди планеты всей. Данная методика… Все-таки это доклад был… Это конференция, которая была, это более конференция, была посвящена вопросам лекарственного лечения. А смежные вопросы, они рассматривались, но так мелько. Но даже в тех докладах, которые звучали по остеомодифицирующих агентов, да, вот говорили, что методы МРТ-диагностики, они занимают значимую роль. Но вот то, что действительно МРТ – это уникальный метод сам по себе, он не несет лучевой нагрузки. Метод можно использовать даже у женщин во втором триместре беременности без металлоконструкции. Для больных с метастазами в позвоночнике – это самая оптимальная методика для использования, для выявления метастазов в кости после проведения остеостентографии. МРТ-диффузия, вот мы с Андреем Владимировичем нашими коллегами активно используем данный метод диагностики, потому что, условно говоря, мы получаем скрининг всего тела, за исключением, по-моему, мы тогда с вами обсуждали, по-моему, каких-то частей конечностей. И мы, благодаря диффузии всего тела, мы можем выявить болезненные точки, в том числе метастазы в кости. Метод должен занять свое значимое место в диагностике, но пока я его не включила в стандарты, потому что мы должны четко понимать, как он будет инкорпорироваться с изотопной диагностикой, МРТ, как таковое, компьютерная томография. Когда стандарты, Андрей Владимирович, мы вместе с вами разработаем, и тогда я четко уже смогу для себя включить. А так, МРТ-диффузия – это значимый метод диагностики метастазов в кости. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Еще, пожалуйста, вопросы. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует...